Здравствуйте. Вот сейчас мы подошли к такому, к самому критическому, как сказать лучше, моменту, кульминации сюжета. Во! Кульминации сюжета нашего вот этого раздела лекций, посвященного наукам об обществе. Науки, причем, такие вот сугубо материалистические, ну, естественно, научные науки, но которые описывают, тем не менее, поведение общества. А общество ведь меняется, да? Это видно, как говорится, невооруженным глазом. Да даже вот на памяти моего поколения общество очень сильно поменялось. Одно дело вот было общество, когда у нас министром иностранных дел был Молотов, да, я еще застал Молотова, я его называл, это сам, Мотелев. Видите, он был у меня в моем лексиконе. Ну, подумаешь, не так букву произносил. Вот Хрущев, да, и вот этот вот диалог во всех смыслах, и таком, и таком, и таком, с Америкой, с Кеннеди, вот, это все на моей памяти прошло. И вот общество теперешнее, и общество, скажем, времен Хрущева или Брежнева, ну, совсем другие эти общества. Явно изменились они. Явно что-то произошло, какие-то внутренние силы их меняют, да, наши общественные отношения, как это называется, слово такое, тоже, кстати, научное. Нужны некие позитивные науки, я бы сказал так, их вот немножко философски назвал, некие науки, отталкивающиеся от причин, да, у всего должна быть своя причина. Так, например, трактует наука, ну, физика, скажем, почему планета движется вокруг Солнца по эллипсам, да, у всего должна быть своя причина, вот они, законы Ньютона и закон всемирного тяготения, а почему тела тяготеют друг другу, а это вот потому, и так далее, и так далее, и так далее, да, вот, постоянно что-то все извлекать. И вот на этот путь, где-то, наверное, в начале 19 века вступило и науки об обществе вступили. До этого, ну, собственно, единственной наукой об обществе до этого являлась история, по большому счету, история политэкономия, наука об экономике, она уже была создана в конце 18 века. История. Ну, вот до этого, как нам, нас учили, это было сугубо идеалистическое понимание истории. Идеалистическое, это, как вам сказать-то, это ведь словечко не из области «идеальное». Это такой советского времени штамп философский, который говорит, вот, какую разницу между материализмом и идеализмом. Расценивают так, что первично, материя или сознание, да, вот. Что первично, некая костная материя, которая сама создает вокруг себя законы и логику развития, или вот некие законы, которые управляют развитием материи. Ну, на самом деле, не такая уж большая тут разница. Но вот идеалистическое понимание истории, это значило так описание. Вот такой-то император и решил, вот он поссорился-то с таким-то императором, у них война случилась и так далее. Не было как-то вот подмечено такого вот разницы принципиальной в обществе, скажем, эпохи Древнего Рима и в обществе эпохи, ну, середины Средневековья, да. Хотя это были принципиально разные обществы. Часто нам это в школе еще загрузили, когда вся история, в соответствии, ну, не только с марксистскими взглядами, но и вообще с общепринятыми историческими взглядами, делятся на несколько подразделов. История Древнего Мира, история Средних Веков, новое время. Ну, иногда еще выделяют новейшее время, но это само собой естественно, то, что вот только что произошло, да, по-любому, как хотите. В советском членении это я вам потом расскажу, на чем он основывался. Ну, так вот, пожалуй, что первым человеком, который заговорил об обществе, как о объекте, скажем так, естественной науке, был Агюст Конт, да. Это было в самом начале 19 века. Он был еще молодой человек, со сложной очень судьбой, личной жизнью. Вот мне даже о ней вам рассказывать, о его личной жизни совершенно не хочется. Потому что вот самое запоминающееся в этой личной жизни, что он пытался утопить свою жену. Ну, ничего себе личная жизнь, да. Суровая личная жизнь была у человека. Явно у него не все в порядке было в личной жизни. Явно, 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 явно. Так вот, Агюст Конт, он числится создателем социологии. Социология, пожалуй, вот тут вот по порядку, наряду с демографией, является первыми двумя, так сказать, вот подразделениями науки, которые обществом занимаются как объектом таким материальным, да, с материальными законами. И если демография, ну, это вообще чистая материальная наука. Какая разница, по большому счету, что изучать, размножение кроликов или размножение людей? В принципе, большой разницы нет, вы понимаете, да? Вот. Нет большой разницы. Правда, тут уже в демографии накладываются некие дополнительные ограничения. Которых у кроликов нет. Значит, там чистота разводов, браков, да, ну, такие вот вещи там. Это уже такие социальные, по-нашему. Они о многом говорят. Кстати говоря, демография параллельно занимается имущественным состоянием людей, чего у кроликов нет, а у людей есть. Это уже вот так плавно перетекает в некую такую социальную науку. Ну, а Агюст Конт, отец социологии, ну, это вообще замечательно. То есть, он придумал, даже слово такое использовал, социальная физика. То есть, вообще должно это слово ласкать в мой ухо, и ласкало бы изо всех сил, если бы не вот эта вот история с попыткой утопить собственную жену. Как-то это вот, ну, несимпатично очень, несимпатичный поступок. Явно, очень слишком импульсивный был человек. Ну, уж явно. Вот, еще одна фигура. Спенсер. Гербер Спенсер. Британец. Видите, такой вот лорд эдакий. Дожил до эпохи, когда уже вовсю работала фотография. Видите, скончался он в 1903 году. И Гербер Спенсер, он у нас числится родоначальником, скажем так, ну, как сказать-то, теории, естественно, отбора, вот так сказать можно. Я вам сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что Чарльз Дарвин, безусловно, он биолог был, а не специалист по обществу, он вот эту вот идею борьбы, да, борьбы за существование, которая, естественно, есть и в природе, и в обществе, в обществе тоже борются люди за существование. Кому какой вот кусок от общего пирога достанется. Вот. А выживание, то есть выживает сильнейший. Вот эта вот идея, которую очень проповедовал Спенсер, да, и, кстати говоря, не только он, значит, вот она и вдохновила Чарльза Дарвина на создание своего вот этого эволюционного учения. Вот. Вот. Вот, 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 что он, значит, предложил. Но все это достаточно далеко еще находится от того, что у нас принято называть материалистическим пониманием истории, материалистическим пониманием общества, которым обычно с Карлом Марксом связаны. Вот он, Карл Маркс. Это такая вот для нас, для советских людей, для людей, которые выросли в советское время, получили образование, это такая, знаете ли, глыба. Постоянный источник всяких цитат, всяких сведений. Вот некая такая вот база данных, из которой мы все время черпали, и черпали аргументы, идеи. Да, ну, должны были. Нас так воспитали. Ничего страшного, не обижайтесь. Нас так воспитали. Нас так воспитали. Дело в том, что сам по себе Карл Маркс, конечно, не виноват ни в чем. В том, что, значит, обычно связывают с ужасами, тоталитарных режимах, выросших на почве, так сказать, марксизма. Ну, это все-таки хорошо известная история с тем, что случилось с Кампучей. Да не только Кампучей, у нас в самом Советском Союзе что-то только не случалось, да, в свое время. После того, как большевики пришли к власти и стали железной рукой загонять население в светлое будущее. Что только не было. Но все это, естественно, на науку, о которой мы говорим, списывать нельзя. Я вам как-то, по-моему, говорил уже о том, что замечательное совершенно эволюционное учение Чарльза Дарвина, оно, в принципе говоря, из него генетически, генетически из него выросли, по смыслу выросла расовая теория, британская расовая теория, которую очень хорошо усвоили в Германии, да, нацисты, национал-социалисты. И вот та самая национал-социалистическая расовая теория со всеми ее, значит, выводами, с натиском на Восток, с Холокостом, это все ведь выросло из дарвинизма. И мы это каждый раз в глаза не тыкаем. Да, вот ваш Дарвин, вот к чему привел. Зачем? Дарвин этого не хотел, Дарвин к этому не приводил. Просто его идеи так истрактовали. И у Карла Марса тоже ведь были всякие и более-менее здоровые идеи, на самом деле. Так вот, первое упоминание обычно в нашем курсе советского образования о учении Карла Марса связано с 1848 годом. Это был такой замечательный год, эпоха революции в Европе. И вот так вот Европа кипела, бурлила. Эта эпоха была очередного мирового кризиса перепроизводства. Масса всяких событий тогда случилась. В 1848 году золотая лихорадка в Калифорнии. Вход пошел, то есть массовое распространение револьвера Кольта. Ну, в общем, во всех отношениях веселое время было. И вот тогда же, по просьбе организации, которая называлась Союз Коммунистов, не очень я представляю, во что оно потом превратилось. Нам вот только вот рассказывали про Союз Коммунистов в момент 1848 года. Фильмы про них показывали. Такие дядечки в Пенсне, весьма пожилые. Вот они себя называли коммунистами. И, значит, написали по просьбе этого Союза Коммунистов, Карл Маркс и друг его Фридрих Энкельс, написали работу, которая называлась «Манифест Коммунистической партии». И начиналась она словами «Призрак коммунизма бродит по Европе». Я сейчас хочу объяснить, что это за штука такая, призрак коммунизма. Дело в том, что в то время были очень популярны, уже в наличии были, всякие такие течения, мысли, слегка анархистские. Наверное, не без роли, вот знаете, такой есть психологический эффект, фрустрация, да? Вот обидели вас чем-то, пришли вы домой, бац, и вазу разбили. Это фрустрация называется, да? Или что-то такое нехорошее случилось, а вы еще хуже себе сделали. Вот фрустрация это называется. Так вот, в общем таком общественном, есть еще общественная психология, состояние вот такой вот фрустрации, всяких неприятностей, все эти кризисы, да? Вот, капитализма. Появилась такая вот идея. А вот как бы все это сломать и на обломках старого мира построить новый мир, другой, замечательный, свободный. То есть, всякие такие вот идеи, идеи вот утопического социализма, или там иногда называли утопического коммунизма, которые основывались на мысли не только вот все отнять и поделить, но и вот как-то вот об обществлении. Они по-разному обыгрывались, и в жизни были такие вот коммуны, в которых все было общее. И вот, и я уж не говорю про анархистов, и именно тогда возникал вот такой политический терроризм. Политический, причем вот, не как-то вот направлен, а вот давайте убьем вот какого-нибудь там императора, и тогда у нас вас сядет на трон молодой его наследник, он прогрессивный, все будет хорошо, да? Это вот просто покушение, это называется дворцовый переворот. Вот, или переворот в обществе. А имелось в виду, что вот отомстим обществу, взорвем что-нибудь в людном месте, да? Вот тогда вот появился вот этот терроризм. Анархисты бомбы взрывали. И надо, и не надо, вот как-то вот непонятно было. Это тоже я отношу на, так сказать, фрустрации. Фрустрации вот это вот. Вот что-то обостренное чувство несправедливости иногда, говорят, к этому ведет, да? Вот обостренное чувство несправедливости, то есть ощущение несправедливости общества. «Измучись всем, не стал бы жить и дня», это пишет, ну это в переводе Пастернака, правда, пишет Шекспир, да? Сил нет смотреть, как мается бедняк, и как шутя живется богачу, и доверять, и попадать в просаг, и видеть мощь у немощи в плену. Это вот такой, да, значит, один из сонетов Шекспира, такой вот, не то что политический, а вот такой взгляд на общество. Вот, и осознавать, что хода совершенством нет, да? Вот это все там. Вот, ну и вот это вот ход совершенством, а тогда ведь много было проблем в начале 19 века. Европейское общество было сословным, и человеку были подставлены пределы, нельзя через которые было переступить. Ну вот. Да даже те страны, где сословий не было, вот та же самая Америка, США, там вроде нет сословий, там нет дворян, но, простите, сравните белого и чернокожего американцев. Да чернокожий он, по-моему, даже не числился американцем-то, да, по тем, по тогдашним понятиям 1848 года. Он какой-то не был полноправный гражданин-то, не голосовал, по крайней мере. Вот, такие вот дела. Так вот, тут-то вот и написали свою работу Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Там были очень хлёсткие слова, которые мы в детстве учили, в детстве причем учили. Они говорили, это ложь, что коммунисты устанавливают общность жен. Общность жен существовала всегда, говорят они, да. То есть, вроде как, признают, что коммунисты за общность жен, да. Ну, наверное, про эти вот общины коммунистически много лишнего рассказывали. Они были такие очень замкнутые, как некие религиозные секты, да. А про вот этих всяких религиозных сектантов, как их называют, про них много чего рассказывают, что они там в своей сектке делают. А делают они это, или мы про них просто придумали красиво, или ужасно наоборот. Это никто не знает. Так же и про коммунистов. Была ли у них общность жен? Не было ли у них общности жен? Ну, вот, например, Чернышевский, ну, он тоже, в общем-то говоря, числился у нас в наше время таким положительным, прокоммунистическим писателем. В его книге «Что делать?» У них там много таких эпизодов, когда, значит, персонажи обмениваются женами по каким-то причинам. Да, вот, жена отпускает своего мужа к его бывшей любовнице, пусть он с ней поживет какое-то время. Да вот такой вот был роман-то, пикантный, я бы сказал, пикантный. Вот, а мы его, кстати, в школе тоже учили, вы видите, какой кошмар. А сейчас бы наверняка 18+, плюс бы поставили на нем. Вот так вот. Ну, так вот, и вот с этого, пожалуй, что труда, наше знакомство с марксизмом начиналось. Там была, между прочим, хлесткая фраза. «Свобода каждого – необходимые условия свободы всех». Я иногда, значит, когда уже, будучи таким умудренным опытом, человеком, сдавшим минимум по философии, это кандидатский минимум по философии, такое называлось, надо было сдавать, чтобы стать кандидатом физмат-наук. Вот. Я вот так спрашивал хитро своих товарищей, тоже людей образованных, я спрашивал вот такой вот лозунг «Свобода каждого – это необходимые условия свободы всех». Вот какую вот он политическую окраску имеет? Ну, это какую-то такую не нашу окраску, неправильную имеет, да? Ну, что-то такое анархистское фактически. А эта фраза была из манифеста Коммунистической партии. Вот. Свобода каждого – необходимые условия свободы всех. И в то же время у марксистов было такое вот понятие, которое касалось организации общества. Жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. То есть, надо себя вот ограничивать, входить в рамки. Ну, действительно так. Вот представьте себе, что вы участник уличного движения. И представьте себе, что вы свободны, как птица в Поднебесии, в этом уличном движении. Куда захотели, туда и поехали, без правил. Тогда движение просто не будет уличного. Будет просто вот хаос. Сплошные аварии, да? Ну, вот. Толпа из автомобилей. То есть, правила-то нужны для работы общества в том числе. Так вот, Карл Маркс, он вот создал свое, оставил свое наследие интеллектуальное, которое обычно делится на три, так сказать, составляющих. Три составных части марксизма, да? Это политэкономия, философия и, значит, научный коммунизм, так называют. Политэкономия выросла у него из политэкономии классической английской политэкономии, и, в общем-то говоря, имела некое отношение к тогдашнему капитализму. Капитализм времен Карла Маркса, он совсем не похож на современный во многих отношениях. Ну, например, капитализм Карла Маркса был основан, мы это говорили с вами в свое время, на деньгах, опирающихся на некий вот товар. Серебро, золото, вот такой. То есть, товар, который, вот, чтобы произвести, нужно затратить труд. Это очень хорошо согласовывалось с теорией трудовой стоимости. А теперь деньги в современном обществе давно уже вот так ничего не стоят. Их выпускают в центральные банки столько, сколько считают нужными, чтобы их было в экономике, да? Как кровь доливают, да, в организм. Организм стал большим, значит, много вот он работает, много производит товара, много на товарных сделках, значит, и денег будет много. Все запустили. А что-то замедление какое-то. Надо скорее, скорее, скорее изымать деньги, чтобы вот, значит, съежился денежное предложение, чтобы, значит, оставить на нужном уровне цены, чтобы побороться с инфляцией, ну и так далее, так далее, так далее. Капитал подорожал, да? Вот. К нему какой-то интерес проявили, да? Капитал. Капитал стал вкладываться во что-то, денег стало мало. Вот, инфляция с инфляцией поборолись, да? Побороли инфляцию. Вот. То есть, ценность марксистской политэкономии в этом плане не очень сейчас велика, потому что другой мир вокруг нас. Более того, в советское время тоже был другой мир, чем тогда. Но про это отдельный разговор, что было у нас при социализме. И есть ли что-нибудь у Карла Маркса на эту тему? На тему реального социализма, как мы тогда называли. Да вот. Это, по-моему, впервые я этот термин услышал от Брежнева. Естественно, не в личной беседе, а в его речах, да? Ну, а потом он был подхвачен и использовался в литературе. Сейчас я уж не знаю. Может, и не он первый сказал. Но, по крайней мере, в его речи внесли его грамотные, такие очень в политическом отношении товарищи, составители его речи. Спичрайтера, как часто говорят. Понятно. Он, что попало, не говорил. Он говорил то, что написано, согласовано. Вот. Такие вот дела были. Ну, так вот. Основная идея Карла Маркса в его взглядах на экономику заключалась вот в чем. Он видел вот эти вот несчастные события, которые называются кризисы перепроизводства, понимал, в общем-то, от чего они происходят. А происходят они от того, что он, как он называл этот, называется этот марксистский закон изменения населения, то есть перенаселение, относительное капиталистическое перенаселение. при капитализме рабочая сила оказывается не до конца востребованной. Лишняя рабочая сила возникает безработица. Всю рабочую силу не задействовать. Да, понимаете как? Это вообще очень печальная вещь. Капиталист развивает производство, чтобы получать прибыль. Прибыль он во времена Карла Маркса мог получить только в виде настоящих серебряных или золотых монет, денежек. в виде, так сказать, товара фактически. А деньги это товар. Те деньги. Товар обычный даже, не особенно специфический. Вот. Или бумажки, удостоверяющие ваши права на владение товаром, который где-то в подвале хранится. В подвале банка, например. Монеты золотые или серебряные. Вот. И это такое вот относительное перенаселение возникает. Очень долго Карл Маркс работал над попыткой доказать следующий факт. О том, что с развитием капитализма уменьшается постоянно норма прибыли. Норма прибыли это вот что такое. Вложили вы в бизнес там рубль. И с этого рубля вы получаете прибыль какую-то определенную. Ну, скажем, 20 копеек в год. И это вот сейчас. Через 20 лет вы вложили рубль, а прибыль уже только 15 копеек. Уменьшается. Еще 20 лет прошло. 5 копеек. И вот сколько ни вкладывай, прибыль все уменьшается. Вот такая была идея. Ее Карл Маркс всячески пытался доказать в своих трудах, но, как считают его критики, так и не сумел доказать на самом деле. На самом деле, в принципе говоря, я могу представить, от чего он отталкивался. он отталкивался вот от какой идеи. Вот представьте себе, работник работает. Ну, вот близкий всем нам пример, работник работает в магазине, продает товар, на кассе сидит. на кассе, к нему приходят эти покупатели и предъявляет свой товар, он пробивает его. Если добавить к нему помощника, то есть увеличить переменную часть капитала, то есть больше нанять работников, им зарплату платить надо, то один помощник будет все время эти вещи покупать, складывать, упаковывать для покупателя, чтобы он быстрее проходил, и быстрее можно было следующего покупателя обслужить. Ну, это будет, в общем-то, эффективно. Это повысит производительность труда, хотя не настолько, скорее всего, чтобы вот, ну, в два раза. Хотя у вас два работника, ожидает, что, в принципе, ему зарплату надо платить им в два раза больше, чем одному, а едва ли, чтобы в два раза увеличилась пропускная способность кассы, а 10 человек поставить, ну, зарплаты явно придется платить больше, но, наверное, когда 10 самоэффективных использований будет пускать большинство, идите, постойте на дворе, покурите, не мешайтесь тут под ногами, да, это называется уменьшающаяся эффективность использования труда, капитала, если вы, скажем, землекопу дадите, кроме одной лопаты, еще, скажем, лом, да, вот он копает землю, а у него есть лом, он может долбить, да, да, ему можно дать еще одну лопату, потому что он покопал в одном месте, чтобы в другое место с лопатой не идти, не тащить ему, он пройдется свободно, а там у него лопата есть, там покопал, да, производительность труда вырастет, вырастет, но не в два раза, факт, не в два раза, это называется закон убывающей эффективности капитала, что переменного капитала, переменным капиталом обычно называется тот, который вот идет на зарплату работникам, да, потому что, как у нас тут учили классические политэкономы, значит, стоимость товара, это вот стоимость труда, который в них вложен, вот, а часть труда, это уже и демарксистская идея, присвоил себе капиталист, он экспроприировал работника, да, и вот за это вот прибавочную стоимость получает, и вот за это вот, вот, вот за это вот, вот из-за этого вот у нас и кризисы все происходят, кстати говоря, по-другому сказать так, что капитал, это оппонент скажет такой, платный профессор капитализма, все это замечательно, все это замечательно, что вы говорите, но, а что будет делать работник, если у него не будет работы, ему ведь капиталист создал условия для работы, если бы этих условий не было, работник пошел бы на подножный корм, ну, лопату он нашел бы, ладно, он вскопал бы участчик, посадил бы картошку и ждал бы урожая, а это очень нестабильная жизнь, а где бы он брал бы потом вот штаны и все прочее, ему нужно было бы самому лен растить, что ли, нет, а ему капиталист обеспечил рабочим местом, где он получит свою долю общественного продукта, выполняя какую-то одну операцию, заворачивая гайку, или копая лопатой траншею, да, вот, работа будет простая относительно, да, элемент, она может не простая, я беру свои слова обратно, а элемент общей работы, ведь никакой даже самый высококвалифицированный токарь или слесарь, он же не делает до конца изделия, автомобиль, самолет, что-то такое вот, да, вот не делает, да и кстати самолет, который вот он сделает, он же ведь сам по себе не потребительской ценности, а потребительской ценности это услуги, которые с помощью самолету оказывают, перевозят товары, грузы или пассажиров, вот так, ну да ладно, короче говоря, вот этот вот факт, а то, что убывает постепенно эффективность использования капитала, он, можно сказать, общий совершенно, но, имеется в виду, убывает, когда одна из составляющих меняется, одна из составляющих, вот вы, не меняя рабочей силы, увеличиваете ее вооруженность фондами, да, значит, вместо лопаты дали экскаватор, да, и вот он стал копать больше, дали два экскаватора, он уже больше копать не будет, то есть, вот это вот, короче говоря, вторая производная отрицательная от производственной функции, может, вы помните, как-то я читал такие лекции про математическую экономику, это называется функцией Кобба-Дугласа, две буквы Б, Кобба-Дугласа, Кобба и Дуглас, два персонажа, которые эту функцию придумали, очень популярную экономисту функция, вот, этой, значит, функции подчиняется изменению, скажем так, зависимости производства от объемов труда и капитала, вовлеченных в экономику, вот, а вот сам по себе факт общий о том, что с годами куда ни денься, меняется, убывает нормы прибыли, вот этого вот так Карл Марс и не доказал, вот, а он считал, вот именно в этом месте он докажет несоответствие капитализма целям нашим, да, вот, то и все пропало, то и таким образом докажет его гибель, да, потому что он был коммунист, он же союза коммунистов, вот, кстати, его предшественник в идейном отношении, Агюст Конт, он как раз и сделал такой вот, наверное, первое материалистическое, ну, как сказать, движение в облах, в направлении осмысления, что такое общество, что общество – это такой вот способ обеспечить биологическое состояние человечества, понимаете, особи человеческие, живущие вне общества, гораздо хуже им получается жить, им сложнее себя обеспечить, и, заметьте, численность населения, она стала большой только, когда было создано общество, вот, и в ту пору, в ту пору, во времена Агюста Конта, Карла Маркса, тогда вот как раз, чем общество более развито, ну, скажем так, технически, экономически, тем больше численность населения, сейчас этот закон уже не работает, наиболее развитое общество, там снижается, снижается рождаемость, да, то есть это вот как раз, с биологической точки зрения, новый факт, который вот имеет место быть, правда, не первый раз он имеет место быть, в Римской империи тоже, по всей видимости, постепенно снижалась рождаемость, люди как, ну, так я по-простецки вам скажу, заелись они в Древнем Риме, эти люди, потому что им общество выдавало, значит, хлеб раздача бесплатная, зрелища для них всякие устраивало, развлекало их общество, да, хлеба и зрелища, социальным обеспечением занималось римское государство, так вот, на эту тему еще высказывался Спенсер, о том, что вот в таком механизме, если общество начнет поддерживать, значит, людей, не добившихся социального успеха, тогда оно будет замораживать, так сказать, осуществлять воспроизводство наиболее слабых особей, а зачем? Нужно давать развиваться наиболее сильным особям, которые добиваются успеха, вот так они считали, и, кстати, вот именно из таких вот слов потом и растет вот этот самый национал-социалистическое, национал-социалистское, да, фашистское, короче говоря, идеологии в обществе расизма, да, вот самые высшие передовые расы, они должны вот истребляя низшие расы заселять эту землю, вот такие вот, значит, идеи, дранг на хостон, тут, понимаешь, славяне какие-то, черепа у них неправильные, не дано им тут жить, тут немцы должны жить, это такая вот нехорошая человеко-ненавичническая идея. Так вот, второй раздел, философия, он, пожалуй, что от Карла Маркса наиболее ценен. Идею он такую внес, использовал. Социально-экономические формации. Он подметил очень хорошую связь между уровнем, так сказать, развития материального производства и производственными отношениями. Это все его слова в переводе на русский язык. Между прочим, русскому языку не очень повезло, с переводами. Переводили его, еще вот, по-моему, первым переводчиком Капитала и других другов Карла Маркса был Бакунин. А Бакунин, он был из той плеяды замечательных переводчиков на русский язык, с иностранных текстов, которые создали для нас красную шапочку. Потому что никакой красной шапочки у Шарля Перро не было. У него был, этой самой красной шапочке, бабушка подарила отнюдь не красную шапочку, а красный шаперон. Шаперон Руж. Шаперон – это не шапка, это, ну, плащ-накидка, редингот, или как это называется-то уж, я не знаю, по-нашему, ну, плащ-накидка. Вот, в последнем фильме «Покрашенную шапочку», кстати, она ходила, это был фильм не наш, а американский, она ходила в красном рединготе. Редингот, а называлась, конечно, «Красная шапочка». Вот такая вот история. Так это я к чему рассказываю? О том, что многие термины, которые использовал Карл Маркс, он писал по-немецки, а немецкий язык, он такой, ну, сложный оказался для переводчиков. И многие термины не совсем правильно вот у нас воспринимаются. Вот понятие «прибавочная стоимость», да, например, или «стоимость», а у них там ценность надо было использовать. Перевели его очень абы как. Вот. А для таких вот священных текстов, а марксизм у нас в советское время стал священным объектом, священным текстом, это, конечно, вот очень важно, на самом деле. Ну, так вот, соответствие между уровнем производительных сил и производственных отношений. Одно дело рабовладельческий строй. Его не спутаешь с феодальным, да. При феодальном строе нам прям объясняли, что появилось, по сравнению вот с рабовладельческим. Что позволило увеличить, так сказать, возможности производства, возможности существования. Значит, общество, производитель стал более свободным, да, он был, власть вот этой экономической в обществе лучших людей, да, верхушки, да, основывалась не на кнуте, значит, надсмотрщика у рабовладельца, а на, значит, земле, на земельной собственности. Вот землей владеет ленд-лорд, ленд-лорд, ленд-это, значит, земля, а лорд-это, вот, ну, почти что бог. Вот. И поэтому, значит, вынужден у него получать в аренду землю крестьянин. Ну, кстати, в России это вообще жестко было. Российский строй, кстати, Карл Маркс называл рабовладением, да, вот он говорил, рабы. Кстати, про наших крепостных. Кстати говоря, наши крепостники своих крепостных называли рабами. Мой раб, моя раба. Да, вот так они говорили. Это зафиксировано в произведениях русской литературы. Кстати, такое вот словоупотребление у нас было так вот, да. Вот. Ну, а потом, значит, капитализм, наемное рабство, как его, так сказать, идеологи борьбы за равноправие называли. То есть, человек вынужден прийти и продать себя за деньги, работать. Это особенно ярко было видно на заре развития капитализма, когда, пожалуй, что и переход-то вот к капитализму легко осуществился, так сказать, ему не противодействовали верха, потому что степень эксплуатации увеличилась. Люди стали больше работать, меньше потреблять вот в этом самом капиталистическом обществе светлом, вернее, темном тогда вот на заре развития капитализма. Вот. А потом это входит длительной борьбы за свои права, за там как тред-юнионы, вот, торговые союзы, которые так назывались союзы рабочих, да, вот, за справедливое распределение доходов между капиталистами и рабочими за прибавку зарплаты, за уменьшение рабочего дня, за соблюдение всяких правил. Тред-юнионизм называется это дело, профсоюзное движение, профессиональные союзы, вот так вот. Вот. Вот это была замечательная идея у него. И он делал вывод, что вот в силу того, что вот при капитализме такое есть противоречие, что капиталист хочет произвести как можно больше, затратив как можно меньше, в том числе на зарплату, то получается, что ему в конце концов некуда реализовывать товар. То есть потребители на товар есть, голодные, безработные, а у них нет денег. И вот поэтому все отнять и поделить, идея такая. И вот тогда, когда мы все отнимем, будет специальный распределительный орган, который все будет делить, Госплан у нас это называлось, тут уже он никого не отнимал, он просто делил, было производство. Ну, у социализма были свои минусы, свои плюсы, как говорится, но разговор у нас сейчас научный, он не об этом, не о политике, а о науке. Так вот, Карл Маркс, как нам объясняли в институте, было время, что был молодой. Это вот молодой Карл Маркс. И как нам говорили, вот, когда мы изучали марксизм, ленинизм, придумали для него, для этого самого Маркса, что именно в молодые годы он придумал такой азиатский способ производства. от себя еще добавлю, кроме азиатского способа производства, он еще придумал германский способ производства, имеется ввиду древние германцы, а не современные ему Германии, и античный способ производства. Это времена рабовладельческого строя, то есть, древнего мира. А на самом деле, оказывается, меня в детстве, в юности моей, бессовестно обманывали мои преподаватели. Вот эти вот три дополнительных способа производства, три дополнительных формации общественно-экономические, так называлось, общественно-экономические формации, Карл Маркс придумал гораздо позже, уже на склоне лет, а не в юности. А мы их как раз ими пренебрегали. Ну, молодой был, что вы с него возьмете? Так вот, идея-то его была следующая. Вот, говорит, есть самая ранняя, кстати, цивилизация, они были основаны вот на том способе производства, который Карл Маркс называл германским, простите, азиатским способом производства. Древняя Греция, цивилизации долины Инда, китайские цивилизации, они все были основаны, да, и цивилизациями между речи тигра и эфрата. Вот это вот, так сказать, древневавилонское, скажем так. Они все были основаны на том, что для того, чтобы поддерживать, скажем так, вот, механизм, аппарат, жизнеобеспечения, всего общества, нужны общие усилия. Строить каналы, оросительные на Ниле или осушительные в Дельте, значит, в междуречии тигра и эфрата. Вот такие общие работы, да. И поэтому появляются такие вот, ну, не то, что восточные деспотии, чем-то, как оказалось, общество в Древней Египте чем-то напоминало социализм. А рабовладения там не было, там не было рабов в том понимании, как мы привыкли говорить про античный строй. Вот, в античное рабство там человек был говорящим орудием. Это вот классический такой рабовладельческий строй. А вот еще одна формация, это называлось, так сказать, германский способ производства. Это древние германцы, соседи Римской империи, поэтому про них более-менее хорошо известно, потому что соседи Римской империи, они их могли описать, изучить, про них рассказать. Так вот, там, оказывается, все было основано на общинном земледелии. Община владеет землей, нет у них там лендлорда никакого, нет у них хозяина над рабами, свободные общинники, вот, у них есть, конечно, общие задачи собраться всеми вместе, пойти пограбить римлян, да, или не дать римлянам вот их, так сказать, призвать к порядку, к цивилизации, не думая, что римляне были заинтересованы тем, чтобы грабить германцев, что там с них было взять, да, так, к ту пору. Но обратить в рабов их, милое дело, милое дело, в рабов, да, придраться к чему-нибудь и сделать рабами. Это римляне всегда были готовы. Да, то есть, вот, какие-то общие, такие, такой вот, чем-то напоминает это вот у нас, знаете, вот, так сказать, казачий круг, да, вот такая вот казачья, такая, исконная, демократизм такой, да, то есть, вот, регулирование жизни, вот, за счет таких вот, демократических принципов с самого низа, да, вот, решаем вопросы спорные общим, значит, мнением, да, вот, где провести межу между Иваном Ивановичем и Иваном Петровичем? Где? Где? Вот, они спорят, вот, сейчас общее решим, вот, пусть Иван Петрович вот это вот примет, примет это наше предложение, вот так. А может, мы вообще землю переделим? Да, у нас же община, чтобы всем хватало, да, вот, у кого-то большая семья, им земли не хватает, да, у кого-то маленькая семья, у них много земли, сейчас переделим, все будет поровну. Вот такие вот способы, тоже, собственно говоря, обеспечивающие физиологическое выживание, регулирующие отношения между людьми, вот на таком, вот на низком, на основном уровне, на нижнем уровне, да, демократии, нет там у них царей, королей, у германцев, вот такие вот вещи они придумали. Ну, другое совсем дело началось несколько позже, да, при, это, кстати, обложка первого издания «Капитала», да, это у нас святыня когда-то была, как Библия практически, вот, вот. Ну, вот тут мы вступаем в другой период, в период тот, который мы называем марксизм-ленинизм, это молодой Володя Ульянов и его сестричка-младшая Оленька, да, ну, вот в мое время мы всегда очень подробно изучали историю семьи Володи Ульянова, как он играл с детьми в индейцев, там, в цирк, как он играл, мы все это знали, на самом деле это его как раз младшие сестры рассказывали, они любили все эти истории про Володю Ульянова рассказывать после его смерти, вот, он умер достаточно рано, ему было 50 с небольшим, вот, он быстро сгорел, как говорится, в своей политической борьбе, вот, ну, вот, время у нас сейчас заканчивается, придется мне про вот этот вот ленинский этап истории марксизма-ленинизма просветить вас несколько позже, и просветить вас, и политически, да, сагитировать вас, ну, повторить вам агитацию за революцию, вот такая вот картинка, мы в следующий раз про нее поговорим, вам как много внизу работающих, и как мало наверху гуляющих за счет этих вот работающих, да, ну, поговорим в следующий раз, время наше неизбежно подходит к концу, а тема еще пока не исчерпана, всего доброго вам, удачи, до свидания.